Детективные агентства 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 Больше бывает таких, что сначала расскажут, а потом спросят, а кто. Итак, вы нашли знакомую знакомую. Она работала в парикмахерской. Вот как вот она информация. Пару раз постриглись по очереди. То один, то второй, то третий. Там слово, там слово. Оказалось, этот человек в данное время проживает во Львове. У него там есть компаньон, у них свой бизнес. Это же все слово вот так вот. То есть вот так вы пострилили в Киев, Бердичев, Парикмахерская, пострилили с Львов. Преехали во Львов. Она дала телефон. Мы представились уже, правда, потом, что мы знакомые. Там он просил привезти колеса. Надо кому их отдать. Где, опять же, она там своим знакомым позвонила. Нашли тот телефон контактный, который необходим. Но единственное, мы просили, чтобы нас не представляли, это все, приз колес. Ну, придумали свою историю. Встретились во Львове. Ну, а дальше уже передали человека заказчику. Сколько времени потратили? Три дня, примерно. Три дня? Три или четыре. Мы еще немного пообщались в парке и отправились выпить по чашечке кофе. Но на не совсем обычном автомобиле. Прямо сейчас мы находимся внутри оперативной машины. Вот когда идет оперативная съемка, слежка, например, наверняка есть обычные физиологические потребности. Ну, там, в туалет сходить, чашку кофе выпить, я не знаю, сигарету выкурить. Как вы с этим справляетесь? Ходим в туалет, пьем кофе и курим. И все в машине. Ну, иногда бывает такое. Бывают. Бывают моменты, когда, да, выйти из машины, ну, в силу того, что за кем-то куда-то следуем или просто время поджимает, не можем. Бывают такие моменты, что и не выходишь с машины в день. Жизнь частного детектива насыщена самыми невероятными историями, которыми Олег и Андрей с удовольствием делились. Пришел к нам человек, обратился с просьбой. Говорит, мне надо встретиться, деловая встреча, человек, говорит, будет с той стороны довольно серьезно, он приезжает с охраной. Мне нужна вот охрана, говорит, буквально там на час-два на время беседы. Выехали мы, ну, он своей машиной и мы свои. То есть нас четверо человек выехали, встреча почему-то уже на заправке за городом. Приехали туда, там оказалось четыре машины, встречались с той стороны. А, то есть ваша дверь приехала, да? Одна, только мы, получается. А там четыре ждет? Там фактически, скажем так, если жаргоном говорить, начались разборки. То есть такая, как в кино, стрелка? Стрелка. Самое натуральное это и была стрелка. Тот человек, который просил нашей помощи, он в качестве должника одолжил определенные, нормальные суммы денег, задолжал. Та сторона обратилась, он обратился к нам, те обратились, скажем так, как у нас предпринимано говорить, бандиты. Вы представляете сторону, которая не права, которая задолжила деньги? Да, да. Ситуации мы не знали, нас, можно сказать так, как подставили. Там разговор, во-первых, происходил на, скажем так, на фипофене. Та сторона долг ему, ну, простить не простила, но дала ему отсрочку на месяц. Разговор шел от 7 или от 10 тысяч, а по 7 тысяч долларов. Ну, я говорю, что, говорит, нам ты, говорит, дашь 5, я, говорит, пацанам дашь, говорит, 2, говорит, за их не обезбашенный, что они за тебя, говорит, подписались. За время общения с Олегом и Андреем мне стало совершенно понятно, что эти мужчины работают в первую очередь не за гонорар. Они самые настоящие романтики. Романтики, путь в профессии которых начался еще в далеком детстве, с книг о великих сыщиках. И за годы тяжелой, жесткой работы они не растеряли те простые понятия о чести и достоинстве, которые должны присутствовать в каждом мужчине.